Ну что, друзья, привет! Опять темно на дворе, но это не значит, что еще ночь, нет, уже утро. Я люблю выезжать рано, хотя я сегодня задержался, но мои часы показывают уже 7.30. Я люблю выезжать пораньше, конечно, для того, чтобы проскочить по пустой Москве. И сейчас еду на встречу со своими спикерами на радио, для того, чтобы провести этот классный эфир. Сегодня мы будем говорить о стратегии, о стратегии в области менеджмента, о стратегии в области диджитал, о стратегии в области управления людьми. Я, кстати, догадался включить свет, так я уверен, будет лучше. Тема сегодняшнего моего дня – это сопротивление. И почему это так важно? Вы знаете, сопротивление есть всегда. Ты общаешься с кем-то, и если ты говоришь то, что человек не принимает, он сопротивляется. Если говорить то, что человек не понимает, он тоже сопротивляется. Любое распоряжение, данное руководителем, вызывает сопротивление у подчиненного внутри. Да, конечно, если он лоярен, если он настроен к компании, то, безусловно, полученное распоряжение будет воспринимать как пользу для компании. Но вот именно сделать так, чтобы люди видели в каждом желании руководителя пользу для компании, является особым искусством управления. Вспоминая свой прекрасный эфир от 15 ноября, я вот о чем хочу сказать. Константин Харский, который был со мной, он является одним из тех людей, немногих, которые так же, как и я, проповедуют тему вовлечения и управления системой по ценностям, сказал очень простую вещь. Что такое корпоративная культура? Корпоративная культура – это то, что люди отвергают. То есть то, от чего компания хочет избавиться, отторгнуть, это является, по сути, определением корпоративной культуры. Например, отторгается все новое, значит корпоративная культура консервативная. Отторгается желание вовлекать и развивать, это значит людям удобно делать то, что им комфортно. А сила, с которой отторжение происходит, является мощностью корпоративной культуры. Так вот, с какой силой отторгается все ваши предложения? С какой силой вызывает сопротивление введение различных новаций, изменений в компании, в области управления, в области менеджмента? И есть, по сути, основа корпоративной культуры и определение ее мощности. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Как только что-то будете делать, почувствуйте, а чему сопротивляется компания, чему сопротивляется человек, с какой силой он это делает. Это и будет определение работы корпоративной культуры и ее мощности. Поговорим сегодня о стратегии. И вообще, сегодня день должен быть очень интересный. Сегодня предстоит выступление перед финансовыми колл-центрами на тему ценностей. Опять же, постараемся, в течение 30 минут постараюсь уложиться и рассказать представителям финансовых сфер о том, что же такое менеджмент на основе ценностей. В дальнейшем потом работа с одним проектом. А потом очень интересная встреча. И сегодня, наконец, я посмотрю фирменный, авторизованный ритейлер, настоящий магазин компании Apple, который расположен в ЦУМе. И обо всем этом буду вам показывать. Ну вот, собственно, такие планы на сегодняшний день. Важнейший момент борьбы с возражениями. Это воля собственника. Собственник должен определиться, что он хочет видеть в своей компании, какую культуру он строит. И именно так показать, кто может быть в этой культуре, а кто нет. Управление по ценностям на самом деле это сито, когда собственник принимает четкое решение, какую компанию он строит, с кем он строит и что он хочет от своей компании, тогда он своей волей показывает, что в компании может быть, что в компании правильно, а что в компании неправильно. Только воля собственника может изменить сложившуюся корпоративную культуру. Как вы думаете, что делают спикеры перед подготовкой к радио? Сидят в компьютерах и наслаждаются от пустой ресторана. Вот так мы готовимся к радио передачи. Для того, чтобы вам сегодня очень много интересного рассказать про теме рок-н-ролл жилф или рок-н-ролл мертвый. Имеется в виду по стратегии. Сейчас мы все сделаем. Кухня. Наша кухня. Как все делать. Эфир. Осталась... О, осталась одна секунда. Нет, одна минута. Нет, все, ровно. Время только что остановилось, да? Сейчас мы сделаем несколько фотографий с нашим спикером. Свидослав, не уходи. Мы тебя ждем сфотографировать сюда. А мы все пофотографируем и поточные ссылки. И аудио, и видео, и фотки, и все-все-все. В общем, продолжим. Друзья, день продолжается. И проходя мимо памятника Петра Ивановича Багратиона, видите, сзади меня башня 2000, и там Багратионовский мост. Причем очень интересно, что именно мост носит имя Петра Ивановича Багратиона, героя Отечественной войны 812 года. Так, что дальше? После радиоэфира мы обсудили очень важные темы стратегии, digital стратегии, стратегии цифровой. Смотрите нас на радиомедиаметрикс. Я приложу к описанию эфира ссылку на наш эфир. Невероятный красивый вид. Я специально с вами поделюсь. Москва-Сити. Надо что-нибудь замутить в Москва-Сити, чтобы почувствовать эту энергетику, энергетику бизнес-знаний. Итак, дальше. После радио мы обсудили со Святославом и Андреем возможные планы сотрудничества. Самое интересное – это создание некой серии мероприятий для собственников, посвященной стратегии. Если вы издание какой-то бизнес или какая-то сильная бизнес-компания, может быть, вы представляете интересы системного интегратора. Если вам интересно, чтобы под вашей гидой прошли такие серии мероприятий для собственников с раскрытием темы стратегия, digital стратегии и стратегии в области управления персонала, мы готовы с вами обсудить для того, чтобы нашу концепцию превратить, приземлить уже конкретно в жизнь. Поэтому именно этим и займемся. Смотрите, какая красивая пожарная башня. Я приехал немного пораньше в гостиницу «Холидеин», где у меня будет выступление. Вот вы ее видите. Сейчас подготовлюсь, пообщаюсь с людьми, с организаторами и в 3 часа расскажу представителям финансового сервиса о том, как, почему так важно управлять людьми на основе ценностей. Ну что ж, я нашел ее очень любимое местечко в центре «Холидеин» и сейчас готовлюсь к его выступлению. Буквально через несколько минут в этом зале будет моя презентация. Пока все на обеде, это классно, они придут веселые, они много старше и не заметят ничего страшного. Поэтому готовимся для того, чтобы дать людям полезное. Это очень важно, на мой взгляд. Мне нравятся бизнес-отели, потому что они создают атмосферу коммуникации. Сейчас это просто индустрия. Каждый день здесь проходят десятки и десятки мероприятий. Это о том, что деловая активность существует, и это очень классно. Это значит, люди стараются и работают для того, чтобы бизнесы становились лучше. Вообще, культура бизнеса, бизнес-культура в нашей стране, мне кажется, переживает свой рассвет. И те компании, которые занимаются поддержкой и осуществлением бизнес-культуры, очень многое могут сделать для того, чтобы действительно страна развивалась в этом направлении. Каждый из нас вкладывает частичку себя в это ежедневно. Пополняет свои самые главные задачи, которые стоят перед ним. Подумайте о своей задаче, какая стояла сегодня. Передомо я вообще в целом о компании. Знаете, самая главная идея, которую я вынес сегодня с радиоэфира, было то, что стратегия любая персональная компании помогает людям упорядочить свое движение. В через несколько минут я пойду и расскажу о ценностях, которые, на мой взгляд, являются важнейшим элементом и атрибутом системы менеджмента. Я бы так сказал, это высший пилотаж управления на основе общих ценностей. Очень важно, чтобы каждый человек, в каждой компании разделял ценности компании. И самое главное, люди должны принимать участие в формировании, наполнении каждой ценности. Несмотря на то, что принципы управления по ценностям является притрогативным, как генеральным директором, пациентом управления, профессиональным акционерам, в каждой компании, в каждом подразделении, руководителе может в качестве пилотного проекта начать делать что-то в направлении для того, чтобы показать, как они работают. И тогда уже, придя с результатами у кого, можно рассказать о том, что есть новые, интересные, проверные, возможно, практические мероприятия, которые поможут нам, сделан так, чтобы эффективность компании взрастала. Еще очень приятно работать с компанией с вами, имеющим в виду с ним непосредственно профессиональный бизнес, до 16 лет моей деятельности. Я был банковским служащим, начинал свой пункт, как я сносил, управляющего топ-офиса в далеком городе Консануста, и заквачиваю свою карьеру в ценностях компании, в ценностях банка. А сейчас уже несколько лет занимаюсь консультированием компанией, интернет-фансовое управление, это персоналия лучших руководителей и консультирование компаний с учетами внутренней системы банка. Вот именно и об этом я бы хотел вам сегодня рассказать на старшихся гостях. Отлично. Вот это уникальность компании, которая является, что вы не можете, что вы делаете, что вы делаете. Уникальность компании, какие-то важные критерии, которые создают эту руководительность. Или уникальность, созданные из базовых ценностей. Какой-то монстрированное в действии. В действии. Хорошо. Сложновато, но прекрасно. Еще есть какие-то идеи, что такое для вас ценности? Давай сейчас попробуем. Ну, наверное, какое-то правило или принцип жизни, в который верит человек. Какой такой верит? Отлично. Многое, что ли? Спасибо. Еще есть идеи, желающие, но кто-то хочет участвовать, что такое ценности? Хорошо. Тогда у вас есть листочки и ручки. Я смотрю, что вот эти два видов, где мы перебираем, там их столы есть. Поэтому вам более показали стандарты. Насколько они готовы завтра выйти на работу? Любят ли они клетов или нет? Ответы зачастую удивляют. Дальше. Так как я вам скажу, что самая главная в компании люди, то мы должны перенести весь смысл своего, всю силу своего управленческого воздействия не столько с технологической подготовки людей, сколько с эмоциональной подготовки и создания приятного климата, в котором им важно работать. В противном случае наши офисы останутся в пустыне. 30 минут у меня было. Сейчас уже гораздо меньше, что можно было бы успеть. Я не смогу вам рассказать, как это сделать. Но я вам покажу самые главные моменты и результаты телекомпании, которые добиваются того, что люди начинают думать и жить по одним ценностям. Самое главное, то что люди, если люди не живут по одним ценностям, то происходит следующее. В момент принятия решения каждый из вас сейчас написал свои личные ценности. Это значит, что нас так воспитали. От нас, нашим примером показывали родители. Это значит, что мы, когда принимаем какое-то решение, внутри у нас есть чувство совести, базовой ценности и все остальное. Но когда сотрудник в работе принимает какое-то решение, мы не уверены, если нет общей ценности, как он себя поведет в каждую конкретную минуту. И в каждую конкретную минуту сотрудник принимает решение, основывая на своих собственных убеждениях, на то, как ему кажется в этот момент, улучшить поступить, если это не запротоколировано и не задекларировано скриптом или еще каким-то регламентирующим документом. Ценности меняют поведение. Это базовый шаблонный шаблон, который я бы хотел, чтобы вы заметили. Я даже вообще никак не стал формировать этот слайд. Потому что это самая главная установка. Наши дети, у кого есть дети? Спасибо большое. Дети наши ведут себя хорошо, спасибо, и все. Но лишь только тогда, когда мы им объяснили, что такое хорошо. Помните знаменитую стихотворение «Крошка, сын пришел к концу и спросила кроха, что такое хорошо, что такое хорошо?» Только тогда, когда наши ценности в нас объясняют нам, что воровой двигатель, в письме туристов, мы сейчас проехали на обувь, я, кстати, выступала, но по обуви не видела. Время заменило я. В противовеса этого я могу сказать вам о пидстопе на формуле 1. Как вы думаете, сколько времени заменяет смена колес? Чего еще раз? Две с половиной секунды. Просто задумайтесь об этом на секунду. Когда формула 1 начиналась, примерно в 60-х годах, никто не думал соревноваться в эффективности, все думали, что надо гонять на трассе. Вот этот ролик показывает вам. Я его пересматривал несколько раз по одной простой причине. Я не могу посмотреть, как быстро они меняют колеса. 20 человек, 12 с домкратом. Два, которые поднимают. Все, две секунды, машина готова уехать. Как работает наш экспонцентр? Как будет логин или как формула 1? Две секунды. Понимаете, какая смаженная работа? Именно это позволяет людям, опираясь на базовую цену, эффективность быть номерами. Следующее. Диджитал. Мы просто с вами... Вот, сегодня я, кстати, я веду программу радиомедиаметрикс, и сегодня был очень интересный. У меня спикер Светослав Бирюль, Андрей Клейн. Андрей, кстати, был главой ITS Retail, может быть, когда-то слышали эти фамилии. Посмотрите наши радиомедиаметрикс, бизнес-завтрак. И мы сегодня говорили о диджитал-стратеге. Мы с вами давно в диджитал. В 2015 году цифровые технологии перешли в диджитал. Сегодня мы абсолютно в диджитале. Помните свои телефоны? Сегодня мы совсем другие. Если бы я попросил вас сейчас поднять свой телефон, я этого не делал, потому что я видел у всех смартфоны. Почему? Самые современные, самые, я не знаю, там, вам не мгновенно, фото, видео, все что угодно. Медыки рождения, которые мы уже на прошлой неделе подарили новые наушники, знаете, которые без проводов. Я вчера шел и понял, что я забыл о том, что у меня в ухе. Нет, серьезно. Они настолько удобные, что ты просто забываешь. Поэтому, насколько мы сегодня с вами технологически в ухе делим. Последний тренд – это управление Медыки. Мы сейчас подойдем к тому, а как с этим мы все это сделаем. С 99-го года в годы из 16-го России выпущено порядка 100 тысяч бизнес-литературы. 100 тысяч. В 2006 году выпущено 6 тысяч наименований бизнес-книги. Какую последнюю бизнес-книгу вы прочитали? Я бы не хотел оставить неудобное положение, спрашивая каждого из вас, когда вы из какой-то компании, повторить ту стратегию, в которой куда идет ваш банк, или там что написано на каком-то корпоративном сайте ценности и так далее, и так далее. Это лишь показывает о том, что это не совсем работа. Коммуникация. Когда мы обсуждаем ценности, это элемент большой коммуникации. Это да, дополнительная работа, да, дополнительное время, но это позволяет людям научиться слышать, научиться говорить другим. Очень национальное взаимодействие например, только в индуклидущих спикерах, когда они смотрели на то, как работают другие подразделения. Открытость по взаимоотношениям является колоссальным достижением, в том числе лояльство, о чем мы говорили, когда наши сотрудники больше не писали, но чуть сидели, потому что у них есть представление ценностей, и это исполнение возможности ценностей для результатов, или ценностей уступить банк в цену, потому что для них это важно, они ее разделяют. Хотя я уверен, были такие, которые сами рассказали, что вы не смогли. Это не плохо и не хорошо, ценность является фитром, ситом. На тот момент, когда мы начинаем об этом говорить, люди, которые их не разделяют, которые не готовы развиваться, они уволят. Но это и позволяет брать на регистра тех людей, которые готовы и разделяют. Как измерить? Любые коэффициенты, любые. Оборудование сотрудников, текущие, вовлеченность, себестоимость сотрудника, стоимость его рабочего часа, количество обслуживших клиентов, любые ваши коэффициенты, все это подойдет для того, что может быть помимо. Как не длить? Это очень просто. Для этого можно решить. Мы знаем про то, где нет, как это делается. Но это не решается за один момент. У Джона Шопа, кто знаком с ним в программу, они длятся примерно 3 года. Он называется, с галшесаевым составом длится 3 года. Почему? Потому что короткосрочные моменты, они не приносят результат. Я уверен, что сейчас, может быть, после того, как я эмоционально с вами проведу, у вас возникла какая-то идея, желание подумать о себе. Но к вечеру это желание, оно смесится. Когда вы приедете домой, вы забудете о том, что мы сегодня с вами обсуждали ценности. Только лишь до того момента, пока не возникнет какая-то ситуация в жизни. А если вы это делали регулярно, если вы с вами встречались, раз в неделю, серьезно об этом говорили, или думали, на протяжении долгого времени, вы бы двигались. Двигались, почитаем, то же самое, как вы делаете любой план, когда вы ставите цель, и идете в нем промежу через промежу суток. Но самое главное, это сопротивление от людей всех в жизни. Друзья, попал в необычный магазин. Например, продаются лодки для ваших домов и все остальное. Невероятно стильная, крутая одежда. Поэтому вот, а вот это, между прочим, это ребра акулы. Так что, друзья, я потом напишу, что за магазинчик, адрес просто необычный. Если первый этаж был посвящен мужчинам, то второй этаж посвящен женщинам и все для дома. Поэтому очень красиво, все стильно и, ну, нереально, прямо клево. Смотрите, какие ботинки. Ах! Удивительный магазин. А еще, он пристален на улице. Удивительный магазин. Удивительный магазин. Удивительный магазин.